Привет, меня зовут Даша и сегодня я рассказываю о книгах, которые были мною прочитаны в апреле месяце этого года. И начну с писательницы Мэг Кэббет и её книги «Деньги принцессы» самой первой части. Хочу заранее отметить те «Деньги принцессы», которые ты наверняка знаешь по фильму, совершенно разные вещи, совершенно разделённые друг от друга. Фильм — это фильм, книга — это книга. И несмотря на то, что фильм является организацией книги, общего там только имена и сцена с поцелуем. Всё. Книга совершенно потрясающая, читается на одном дыхании. Я просто в восхищении. Ну, чего здесь такого? Девушка узнаёт, что она на самом деле не школьница, а целая принцесса. С ней случаются такие неприятные вещи, что её используют ради какого-то пятиминутно дешёвой славы, непонимания друзей, сюсюканье тех, кто раньше не замечали, а теперь вдруг чуть ли не пятки целуют. Но это до такой степени увлекательная, потрясающая, волшебная, неповторимая... Мне кажется, эта книга, она любую женщину превратит в девочку. И кто сказал, что это плохо почувствовать себя школьницей на какой-то период времени? Я хочу поговорить о такой писательнице, как Дженни Даунхэм и её книге «Пока я жива». Книга о том, как смертельно больная девочка заставляет список совершенно безумных желаний. Ну, например, попробовать наркотики. Ещё там есть очень странные желания. И ты читаешь всё это, как-то вот, не знаю... Я вот, например, на меня эта книга поразила такое впечатление, что я сама умираю, тем более... Да, и, конечно, всё это очень безмерно грустно и печально, но, ты знаешь, эта грусть, она какая-то тихая, спокойная, смирившаяся грусть. Значит, как-то... Ведь так устроена жизнь, люди рождаются, живут, умирают, так всегда было, так есть, так всегда будет. Рекомендация. Концовку книги лучше читать в одиночестве. И лучше запастись кучей бумажных салфеток. А знаешь что? Лучше возьми скатерть. Также я хочу вспомнить такую чудесную писательницу, как Элис Сибблт, которая пославилась своей книгой «Милые кости». Я читала теперь её книгу под названием «Счастливая». Это автобиографическое здание. Дело в том, что сама писательница когда-то была изнасилована. И книга действительно автобиографическая. То есть там всё совершенно правдиво, то, как и было на самом деле. И она даже... Ну и имя, соответственно, в книге её собственное, а не какое-то выдуманное. То есть всё полностью, как было, автобиографическое одним словом. Очень грустно, очень печально чувствуешь себя после прочтения книги подавленной. Поэтому я не рекомендую эту книгу тем людям, которые так сейчас находятся в достаточно подавленном состоянии, духов, депрессии, плохом настроении. Не надо усугублять. Это «Джонни Пиккалт». Называется «19 минут». Книга так же, как и «Счастливая». Основана на реальных событиях. Это история о том, как 17-летний молодой человек, школьник, просто зашёл в школу и расстрелял своих... Я расстреляла таких школьников, он расстрелял его учителей. Сложная книга, трудная. Концовка меня убила напрочь. Она перевернула меня просто с ног на голову. Я была в таком шоке, что и сказать нельзя. Но знаешь, убийца, он убил десятих человек, если мне не изменяет память. Он не столько... Я даже теряюсь. Я не знаю, он... Для того, что главный злодей, он ещё и главная жертва. Я до сих пор теряюсь всё-таки как-то он. Всё-таки жалеть мне его или ненавидеть. Просто я на протяжении книги была в таком шоке, пока читала, что так и не определилась во время чтения. И сейчас, когда уже прошло какое-то время, как я её прочла, я до сих пор не могу понять, мне его всё-таки жалко или я на него злюсь. Неднозначно какая-то книга, но, безусловно, шокирующая. О, ну, слава богу, мы закончили с электронными. Хочу показать тебе книгу, которая стала, безусловно, фаворитом месяца. Это книга, которую я прочла по совету Юлии. И лицензию, на которой увидела на её канале книжность. Это Алексей Иванов. Книга называется «Золото бунта» или «Вниз по реке теснин». Вообще, у меня было такое восприятие книги, то есть я её читала, у меня было ощущение, что я читала тёзку писателя Алексея Чаркасова, своего земляка. До такой степени схожа. А, извини за эти вопли фоновые. Это у моей кошки, в общем. Кота она хочет. Ну, продолжим. Речь идёт о тех временах, когда Пермь ещё была деревней, были люди, которые ещё застали Пугачёвское восстание. То есть это XVIII век, если мне не изменяет память. Что я хочу сказать. А, это приключенческое, такое историческое повествование. Сложно сказать, о чём эта книга. Вроде бы в центре стоит клад. Но я бы не сказала, что книга о поисках сокровищ. Это всё гораздо сложнее, и словами не высказаны. Такие, о чём эта книга? Это только самостоятельно читать, самостоятельно составлять своё собственное мнение, потому что оно может быть совершенно демитрально, типа ложным моему. У писателей потрясающая родовая память. Это нечто волшебное. Такое ощущение, будто он граф Калиострое. Словно он при всех этих событиях присутствовал. Прожил все эти века и, наконец, написал о том, что сам почувствовал, сам видел, сам всё это, что это с ней всё случалось. До такой степени это всё живо написано. И ты ни капли не сомневаешься, что ты читаешь воспоминания именно главного героя Сташки. Вот что меня не отпускало на протяжении всей книги, это то, что я постоянно его сравнивала по везучести с Акунинским Фандолиным. По сравнению с Сташкой, Фандолин просто курит в сторонке, я не знаю, от зависти. Потому что так, как везёт главному герою этой книги, я вообще не знаю. Это нечто поразительное и восхитительное. Вообще, если ты любишь историю, то, конечно, пройти мимо такой книги, это просто действительно упущение, огромное в твоей жизни будет. Поэтому очень рекомендую, советую. Не обошлось в этом месяце и без Донцовой. Книга называется «Книжна с тараканами». Главная героиня Степанито Козлова. Ну что могу сказать? Это худшее, что писала Донцова в своей только жизни. Моё мнение таково. Где та жизнерадостная Донцова, которую я любила читать, чтобы снять стресс, чтобы повысить настроение, чтобы посмеяться, похохотать? Где она? Кто эта депрессивная Дарья Аркадьевна, которая, читая которую, просто сидишь и у тебя портится настроение, идти в депрессии, всё плохо, всё ужасно, хочется пойти, я не знаю, постучаться головой об стенку, что ли. Ужас какой-то. Может, у неё депрессия? Это вообще невероятно. К тому же заканчивается книга воистину сказочно. То есть, такого не бывает. Это... К тому же, она, этот фокус, уже один раз к нему прибегала. И... А прибегать к такой концовке подобного плана, не буду её тебе рассказывать, чтобы не испортить довольствие, если решишь всё-таки почитать, это недопустимо. Используйте одну и ту же концовку дважды. Худшая книга, как у Танцова, так и худшая книга вообще месяца, в принципе. Ужас. Я крайне разочарована. Я надеюсь, что в будущем данная писательница как-то, я не знаю, справится. прочитала я книгу также Хакарда под названием «Чудовище». Главный герой Алан Кватермейн отправляется в один изолированный уголок Африки с тем, чтобы спасти достаточно развитую цивилизацию от лжеидола, скажем так, лже бога, а также от неандертальцев, которые сельцы поблизости от неандертальцев, причем в прямом смысле же действительно это эти люди, недолюди, скажем так, они по своему умственному развитию как основные неандертальцев и находятся. Собственно, привлеченческая книга, в которую окунаешься просто с головой и на протяжении всего сюжета твои мысли примерно выглядят так. Что же там будет дальше? Что же там будет дальше? Что же там будет дальше? Ну, как-то так. Далее. Виталий Гилберт. Моделирование будущего. Многие меня спрашивали о этой книге, что я о ней думаю. Я думаю следующее. Те, кто ее прочтут, разделятся на два лагеря. Это люди, которым она понравится и тем, которым она не понравится. Я не думаю, что будет что-то третье. К сожалению, я принадлежу к той какой-то этой люди, которым книга не понравилась. Я думаю, эта книга подойдет к людям, которые имеют достаточно слабое представление. О чем-то не было подобным. То есть моделирование, визуализация, медитация. То есть в таком духе. Я избалована информацией подобного толка. Но даже дело не в этом. Почему мне книга не понравилась? Конечно, Гилберт в моих глазах немножечко не дорос до написания книг подобного толка. Как и для записи дисков с медитациями. И то, и другое у него получилось. И получилось неплохо. Но я считаю, что ему еще есть куда расти. И все-таки он рановато за это дело взялся. На самом деле, книгу он зря сделал. Хотел выбрать шоке в 15-20 статей. Вся суть книги сведена к пяти принципам основным, которые перечисляются в конце книги. Сама же книга пестрировала примерами о том, как люди моделировали будущее, думали только о хорошем, медитировали. И у них все просто по мгновению волшебной палочки. Жизнь становилась сказочной, волшебной, потрясающей на зависть всем завистникам. При этом он ничего конкретного не говорит о самой методике, о том, как именно моделирует будущее. Хотя, казалось бы, если ты пишешь книгу под названием «Моделирование будущее», ты должен объяснять, как это все-таки делать. Также книга изопилирует притчами и мудрыми высказываниями. «Я люблю очень и то, и другое, я и то, и другое собираю». Но какие фразы, выделенные таким шрифтом, изобилируют на странице, то это очень сильно сбивает стол и руку. Но многим она ей понравится, я считаю. Следующая книга, которую я тебе покажу, это вот такая «Сто великих городов мира». Книга «Я старше разочарована», признаться. О чем же эта книга? Книга, ну, можно понять по названию, состоит из заметок о самых великих, известных городах мира. Конечно, книги, ой, заметки эти расположены не как попало, они структурированы по, не по континенту, по частям свету, то есть это города Северной и Южной Америки, Европы, Малайзии, Африки, Азии, Австралии, то есть вот так вот, да, и внутри каждого раздела они идут по возрастающей, то есть начиная от самого древнего города и заканчивая внутри раздела самым таким современным. Из чего она состоит? Состоят эти заметки. Из, конечно, из иллюстрации видов города. Еще что-нибудь откроем, более современное. Состоят также из, то есть указано сразу название города, его герб. Меня очень разочаровало, что не рассказывается, собственно, история герба, его расшифровка, что он значит. Конечно, есть такие заметки, в которых все-таки это дело проворачивается, но в основном о гербе ничего не говорится. То есть он просто вот расположен на странице и, собственно, на этом все. Также указывается история возникновения города, история развития города, вдохновившись одним потрясающим пародийным клипом, до такой степени шикарного, что я тебе ссылку на него в инфобоксе оставлю, ты обязательно его посмотри, я решила прочитать хотя бы первую часть «Сумерек» Стефани Майер. Потрясающая книга, очень люблю я «Сумереки», они как-то меня погружают эмоционально очень хорошо в эту атмосферу всю, и что мне очень сильно нравится, к тому же перо у автора очень легкое, и читается совершенно, ну, такое легкое чтиво, для повышения настроения, для создания ощущения влюбленности у себя. Прелесть, прелесть, ну, особо не буду углубляться в эту книгу, все знают, о чем она. И, кстати, хочу сказать, фильм я вообще не выношу на дух. Я обожаю. Также я прочитала книгу «Русская вышивка», автор у нас Надежда Сотникова. Эта книга убила, убивает сразу трех зайцев. Она красивая, она познавательная, и она полезная. Ну, про красивая понятна. Насчет познавательная. Первая ее часть посвящена истории русской вышивки, ее эволюции с картинками, с изображениями, вот схемы, ну, в смысле, схемы эволюции. Да, полезная в плане того, что, конечно же, здесь есть объяснение швов, стежков, как что делать, рисунки, инструкции. То есть, все для тех, кто хочет овладеть данным навыком. Но должна заметить, что все-таки хотя бы начальные навыки вышивки у тебя должны быть, если ты захочешь этим заняться. Если ты захочешь вышивать именно по этой книге, то это не инструкция для начинающих. То есть, у тебя есть хотя бы начальные навыки, хотя бы самое-самое базовое представление у вышивки, то все получится. На этом у меня все. Я тебе желаю, чтобы тебе попадались только самые интересные, захватывающие и достойные твоего внимания книги. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok